В этом выпуске мы поговорим о том, как фетично бандаж и БДСМ пришел в порно, кто первым решил показать связанных людей, была ли в 50-е сексуальная раскрепощенность, а также насколько этичны такие практики с точки зрения общества. Этот подкаст мы сделали в студии Red Barn. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Порно» — развлекательный проект о порноиндустрии. И в студии сегодня с вами ваши ведущие. Дарья, это я и мои дорогие друзья и коллеги Паша. Привет-привет! И Денис. Здрасте, всем здрасте. Вы поменялись местами. Обычно Паша говорит «Здравствуйте! Здравствуйте!» А ты такой «Ой, всем привет!» Ну, разнообразие должно же иметь место, когда ты такой «Сегодня не мои любимые категории, что-нибудь новое посмотрим». Ну да. Ну что, ребята, расскажите мне, как вообще ваши дела. Мы опять, кажется, не виделись сто лет, хотя вроде бы... Мы ровно неделю не писались вместе, да. Ровно неделю, да. Хотя с Пашечкой мы писались в нашем соседнем подкасте. Недавно совершенно. Смотрите, это нравится. Например, послушайте, да, его почему бы и нет. Соседние подкасты. Да, это коснется каждого. Мы здесь не скрываем, что у нас есть другие подкасты. Наоборот, празднуем этот факт. Так что, да, слушайте. Ребята там в очередной раз про какие-то технологии рассказывают. Какие-то компьютеры на голове. В общем, сегодня слушала. Думала, уф. Кстати, я, конечно, понимаю, что мы с вами сейчас в другом подкасте находимся. Но очень хочется сказать, что мы, кстати, с моим молодым человеком совершенно недавно развели полемику на тему того, каким будет обозримое будущее. То есть, ну, там, наверное, лет 200, может быть, вперед. Ну, мы так максимально взяли. И, ну, у нас разные были гипотезы. И его гипотеза была в том, что мы, скорее всего, будем жить в виртуальной реальности. То есть, будет какой-то чип или что-то, что позволит нам вообще, в принципе, никак не контактировать с реальным миром. И, возможно, даже будем находиться в каких-то криокапсулах или еще в каких-то капсулах. Ну, и все, как бы, весь процесс жизнедеятельности и какого-то общения с окружающим миром будет происходить посредством виртуальной реальности, в которой, соответственно, можно будет сделать абсолютно что угодно. И я предположила, что, да, возможно, такой вариант действительно, ну, как бы, вполне вероятен. И, скорее всего, это будет там в каком-то будущем, но не очень скоро, потому что, мне кажется, полноценный отказ от реальности, он все равно невозможен. Вот. По тем или иным причинам, и в том числе этическим. Вот. Но, как бы, он настаивал на том, что, нет, это будет очень скоро, я надеюсь, что мы с тобой это застанем. И тут я слушаю ваш подкаст, в котором ты рассказываешь про то, что выходит вот девайс, да, вернее, Игорь рассказывал, да, или ты? Нет, это Игорь рассказывал. Да, Игорь рассказывал, что вот будет девайс, который, собственно... Перемещает тебя в твою реальность. Да, по сути, то, о чем он мне говорил. Ты сейчас рассказала про то, что там криокапсулы, все дела. Очень захотелось добавить, что это, безусловно, коснется каждого из нас, мы это всегда говорим. Да, в общем, такая вот мини-реклама. Слушайте, что же там такое, что же там коснется. Ну, а мы возвращаемся к нашему подкасту порно. И сегодня я хотела бы с вами поговорить о такой теме, которая так или иначе связала нас всех здесь вместе. Мы будем говорить об практике бандаж и, соответственно, БДСМ. Но прежде чем мы приступим к этой животрепещущей теме, я бы хотела послушать, какие новости принес нам сегодня Паша. Первая новость. Что произошло в солнечной Италии? Беседу в Zoom назначили несколько итальянских сенаторов, дабы пообщаться с лауреатом Нобелевской премии Джорджо Паризи. Всегда на итальянских фамилиях. Вспоминаю бесславных ублюдков, когда он каковый Паризи блестящего. Так вот, собственно, общались сенаторы по Zoom с данным уважаемым господином. И тут, значит, неизвестный еще один участник беседы взял, значит, и поставил им порно-ролик с участием персонажа из Final Fantasy VII Тифы Локхард. Извините, если... Это все произошло в беседе онлайн? Да, 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 просто вот человек каким-то образом влез в беседу и поставил, значит, этот порно-ролик. Через некоторое время, пишут в новости, то есть какое-то время они наблюдали за этим роликом, а потом все-таки нарушителя удалили из беседы. А по итогам произошедшего один из сенаторов даже обратился в полицию. Совет замучила. Чтобы, собственно, разобраться в этом вопиющем случае. Ну и как хакер мог попасть в беседу, остается неизвестным. На то он и хакер, чтобы, собственно, оставаться анонимным. Слушайте, мне всегда интересно, как происходят вот эти случаи, да, там, то на новостях кого-то там, значит, включают резко видео, то какой-нибудь там человек во время зум-вечеринки разворачивает фронталку, и у него там, не знаю, голая женщина что-то делает с ним. Как вообще вот эти люди, вот насколько у них легкое такое отношение ко всему происходящему, что они просто могут, ну, буквально там, не закрывая одну вкладочку в другой вкладочке на серьезных щах вести какие-то переговоры. Ну, это же люди такие. Да, и вы как, сейчас немножко, чтобы не сильно сексистские, такие два мужика, ой, что тут, господи, что тут такого? Ну, мне кажется, вся эта история во время пандемии вообще очень бурно развивалась, и уже, в принципе, все достаточно спокойно относятся к тому, что кто-то может неожиданно встать и... Оказалось, в трусах? Да, или в шортах, там, ну, в чем-то домашнем. Какая-то компания даже, уже выйдя из офиса, сделала день, когда они все приходят в таком виде, как они, собственно, работали по Зуму. Ну, и там вот девушки в строгих блузках и пижамных штанах и мягких тапках, значит, мужички в строгих костюмах с галстуком вверху и в спортивных шортах внизу, ну, то есть, вся вот эта феерия. Это очень мило. Вот, а здесь человек решил, что итальянцы горячие люди, почему бы им не посмотреть, вот, собственно, разрядиться чуть-чуть? Наверняка же вот это вот обладатель Нобелевской премии. Понимаете, как там могло быть занудно и скучно? Ну, да, душновато. Вот так, собственно, выглядит персонаж игры. Погуглите, если кому интересно, Локхард, мадам такая с весьма... И там прям порно с ней было. Да, да. Ну, вот, то есть, примерно так же, как мы обсуждали с вами уже, да, про порно, которое делается на основе видеоигр. Вот, пожалуйста, умельцы... Применили эту практику. Применили практику и даже пытались, значит, сенаторам итальянским пропихнуть. Я надеюсь, беседа прямую трансляцию не имела никакую, не транслировалась никуда. Нет, ну, конференция в Zoom. Просто рабочая конференция по какому-то вопросу. Ну, хотя бы так. Спасибо и на этом. Да. Ну, и новость еще одна, которая, наверное, вам известна, но, тем не менее, хотелось бы тоже ее рассказать и обсудить. В сети распространился рассказ девушки о том, как Дрейк, всем известный господин, ни одну песню которого я не могу запомнить и напеть, но безумно популярный исполнитель, очень талантливый, после секса, значит, налил в использованный презерватив якобы острый соус. Девушка хотела, значит, украсть биоматериал рэпера, чтобы забеременеть, но в результате получила ожоги и теперь собирается подать на артиста в суд. О, боже. Да, имя пострадавшей не уточняется. Там есть масса предположений, кто же это такая. В СМИ ее называют Инстаграм-моделью, с которой Дрейк познакомился в соцсетях. По ее словам, после вечеринки пара пришла в его гостиничный номер, и Дрейк спросил, не хочет ли она заняться сексом. Ничего себе, не хочешь ли ты заняться сексом? Я же Дрейк. Наверное, вот такой был вопрос. Девушка отметила, что рэперу было важно, чтобы все происходило по обоюдному согласию. Но здесь только почет и уважение, собственно. После того, как закончился весь процесс, Дрейк пошел в уборную и выбросил, значит, использованное средство контрацепции в урну. Еще и с презервативом. Девушка зашла после него, нашла, собственно, контрацептив и, желая забеременеть от исполнителя, развязала его, вывернула наизнанку и, значит, вот поместила, что называется, внутрь себя. Боже мой, слабоумие и отвага. Ей показалось, будто в ее тело заливают горячую лаву. Она закричала от боли. На крики прибежал Дрейк и сказал, что налил в презерватив пакетик острого соуса. Слушай, очевидно, не первый раз с ним происходит такая история. Да, да, ни Дрейк, ни его лейбл не прокомментировали рассказанный случай, однако в тот же день, когда история завирусилась в соцсетях, рэпер выложил пост с подписью «Можешь оставить себе свои 15 минут славы, я возьму остальные 23 часа и 45 минут». Некоторые пользователи связывают данную публикацию именно с этой историей. Случай, конечно, вообще сам по себе нетривиальный, но меня еще, собственно, удивила реакция вообще всех абсолютно людей, даже которые никаким боком к этой ситуации не относятся. Каждый ее комментирует. Кто-то сразу сказал, что это фейк, и такого вообще не было. Кто-то сказал, что он молодец, и как же вот эти вот, значит... Коварные женщины, да. Коварные женщины, да, подставляют наших вот этих вот простых американских рэперов или кто он там, R&B-исполнителей. Высказались там все от Насти Ивлеевой, да, вообще не пойми кого. Да ты что. И, в общем, много хейта свалилось и на самого Дрейка, что типа, мол, ты вообще в своем уме. Залить, соус, презерватив. Ты зачем вообще такое делаешь? Ты женщину покалечил. Да, ты вот такие... Ну, я понимаю. Мне знаешь, что больше интересно, подать в суд на то, что ты сама себе причини... Точнее, ну, как бы такая ситуация. Кто будет заливать... Наверное, кто-то будет заливать себе эккуративный материал в себя. Сперму. Да, сперму. Ну, и в целом, блин, ты сама себе наделала делов, Дрейк... Ну, тем не менее, понимаешь, ну, вот в эру новой этики находятся люди, которые говорят, Дрейк, ты охренел так вообще. Нет, слушайте... Ну, это ты не прав. Ты не прав здесь вообще везде, понимаешь? Просто потому, что ты мужчина. Да, то есть, ну, забеременела бы она тебя, ну, платил бы ты многомиллионные, там, все вот эти пособия на дитя, что такое из тебя, что убудет. Ты же популярный человек, у тебя по сотням миллионов просмотров на Ютубе, прослушиваний там еще больше. Ну, в общем, мир сошел с ума. Слушайте, но... Вообще сама ситуация, что человек, уже предполагая, что может такое случиться, заливает в соус, сама по себе дикое. Да, мы же с Дашей озвучили, это же просто ужас. А то, что потом еще люди как бы обсуждают, кто же здесь прав, кто виноват, и, ну, кто-то прям категорично говорит, что виноват в этой ситуации только Дрейк. А девчонка молодец, она, ну, вертится как может. Слушайте, подождите, но у меня, во-первых, есть комментарий по поводу того, что не является ли это со стороны девушки как бы актом насилия. Потому что когда, ну, ты, очевидно, дал понять, что ты не собираешься давать этой женщине, заводить детей ей, да, то есть наделать презерватив, вроде бы как бы номинально все меры соблюдены. Не говорим сейчас о том, что все равно можно забеременеть. И если она как бы, да, против его воли пытается от него забеременеть, это же тоже можно расценить как насилие, по сути, на человека. Может, даже морально это имя. И, возможно, мог бы и он даже, наверное, ей, в случае, допустим, если бы там был не соус, да, как-то... И второй вопрос, собственно, который я хотела задать. То есть она прям рассказала общественности, что да, я встала, пошла в мусорку, взяла презерватив с соусом и спермой и засунула его себе в вагину. То есть так вот она прям доложила эту историю. Видимо, если эта вся история дошла до суда, скорее всего, она разложила всю эту ситуацию по полочкам. Куда она еще не дошла, это все форсится в соцсетях активно. Собственно, поэтому, что так все подробно рассказано, и стали говорить, что а не фейк ли это, и не пытается ли вот Дрейк просто хайпануть. А знаете, какой вопрос? Потому что вот неназванная модель, а потом вам столько подробностей, и вот она рассказала, кому она рассказала, что, может быть, есть какие-то уточняющие материалы, но я их не нашел. Я прочитал эту новость на нескольких порталах, и в целом там вот вся информация, которая есть. Одинаковый текст, да. Мне интересно, а соус разве не разрушает вот эти свойства спермы? Ну, в том же деле, я так думаю, для этого он и сделал. Я думаю, она же не знала, что там соус, потому что, если бы она знала, она бы не стала его туда забеременеть. Я к тому, что, а может, она все-таки забеременела? Хоть и получила увечья влагалища, но забеременела. Ну, учитывая, что это там где-то 11-12 января начали форсить СМИ эту новость, я думаю, что еще рано делать вывод забеременела. Две недельки где-то еще плюс-минус. Короче, мониторим, мониторим. В целом, почему такой экстравагантный способ защитить свой биоматериал он избрал? Почему там было... Забрал бы с собой уже в конце концов. Выпил бы, но в конце концов. Смыть в унитаз, я не знаю, там, промыть горячей водой, ну что? Какие-то же есть вещи более гуманные в любом случае. Ну, короче... Ну, в общем, подумал, да не подумал. Хорошая мысля, Паш, приходит опосля. Мир сошел с ума. Мир сошел с ума, и мы в этом эпицентре находимся. Слушай, а представь, сколько новых фобий мы добавили парням, которые занимаются вот этим сексом на ночь в презервативе. А девушкам сколько? А девушкам-то зачем? Ну, мало ли, вдруг... Которые пытаются в себя залить это все. Да, подождите, а вдруг вообще тут раз до такого, до идиотизма... Не, просто это даже дело не в девушках, не в парнях. Когда ты слушаешь историю о людском идиотизме, ты же думаешь, а вдруг я встречу идиота, то есть который на член просто намажет. Ну, вот любит человек остренькое, ну почему нет? Или там еще как-то... Или использует как смазку, почему бы нет? Горчичный соус, да. Знаете, есть же вот эти лубриканты со вкусом клубнички, там, для вкусного гунилингуса. А тут вот, пожалуйста, человек любит. Ну, то есть, ну, просто потому что есть люди, которые абсолютно не в адеквате, как с одной, так и с другой стороны. Так что... Вывод? Грамотно выбирайте партнера. Ну, да, да, да. Ужас, Пашка, новость-то, конечно, принес. А какой, кстати, фирмы соус-то был? Не хайпанули, ребят? Нет, не говорят. Слушай, а представь, это все была бы рекламная кампания этой фирмы, которая выпускает соус. И в конце приписка такая, а соус-то был фирмы Хайнс, ну, там, например. И стало всего понятно. Да, и потом Дрек выпускает песню «Some like it hot» или что-нибудь в этом деле. В общем, да, ладно, надеемся, что все там выживут, никто не, так сказать, не обожжется больше на этой ситуации, а мы поедем дальше. И лица, обжегшись на молоке, дуешь на воду. Ну, да. А тут, в общем, прям, конечно... Такая себе, конечно, поговорка. Картина маслом. Ладно, едем дальше и поговорим уже про бандаж и ВДСМ. В аналой истории уходить мы с вами не будем. Спускаться в эпоху Эда уже хватит с нас. Я думаю, что большинство людей знают, что такое бандаж. То есть это сексуальная практика, в которой миллиард просто способов красиво и некрасиво связать своего партнера в качестве доставления и себе, и ему удовольствия. Ну и, соответственно, естественно, эта практика основана на доминировании подчинений и очень большое отношение, очень тесное, да, тесно связано с ВДСМ, собственно. Порно мы все такое видели. Но предметом моего порно-научного интереса является не то, что это такое и где на это посмотреть, а то, откуда вообще, как бы, ну, как это стало популярным в массах. Потому что понятно, что связывание, да, там, шибари, японское искусство. Эти японцы вообще, у них там очень много всяких странных фетишей, но тем не менее. Вот. Я стала интересоваться этим вопросом и поняла, что у Бандажа очень интересная история, причем эта история длилась несколько десятков лет и абсолютно не имела никакого отношения к порнографии, которую мы смотрим с вами сегодня. Да, неужели? Да, то есть в порно Бандаж и БДСМ проникли уже, собственно, там, в начале 2000-х годов, когда интернет стал доступен большему количеству людей. И, собственно, начал появляться видеоконтент. Нет, ну, это мы с вами так прям перескочили в конец выпуска, собственно, узнали, чем кончится. Вот. Но началось все, в общем, с того, что впервые Бандаж, как именно сексуальная практика, да, такая, появился в печатных журналах. Еще вообще на заре всей этой истории, в начале 20-го века, прикиньте, то есть прям давно, популяризовались в массах печатные журналы со всякими разными историями, комиксами и так далее. И вот там впервые, значит, появляются рисунки женщин связанных. И в то время как раз-таки считалось, что именно женщина должна быть в центре всей этой истории, потому что, ну, понятно, как бы женщина слабее, в большинстве практик мужчины все равно над женщиной доминируют. Вот. Ну, в общем, как бы рисовали вот такие вот истории. И, как бы, казалось бы, цензура, да, но даже цензура не мешала Бандажу появляться на печатных страницах. Первый вот такой вот, их называли фетиш-журналы, появляется у нас в Америке, и его основал Джон Уилли. Кто он такой по, значит, своей жизни, я не знаю, кроме того, что он фотограф, причем не просто фотограф, а БДСМ-фотограф, то есть имеет... Это какой год? Есть понимание? Да, ну, это где-то примерно 50-е. Ого, уже в то время существовали БДСМ-фотографы. Да, 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 то есть уже это было популярно. В общем, да, он основал свой собственный журнал, который назывался Bizarre. Bizarre по-французски, ой, ну, и по-французски, и по-английски означает странный, там, одиозный и так далее. В общем, красивое такое слово, очень хорошо описывающее всю эту историю. В общем, что, собственно, в этом журнале опубликовалось? В общем, впервые он появился в 1946 году, хотя саму концепцию этого журнала Джон разработал как бы еще очень давно. Видимо, была у него какая-то мечта после его фотосессии сделать, в общем, вот такую элиссированную историю. Вот, значит, что было в журнале? Помимо рисунков в стиле, да, изображающих, вернее, БДСМ, практики и бандаж, там еще были всякие шутки, какие-то, в общем, истории. То есть прям было на что посмотреть, что почитать, и, в общем, таким образом Джон пытался популяризовать вот эту историю, эту эстетику в широкие массы. И благодаря своему вот этому такому лайтовому, веселому, ироничному подходу ко всему происходящему, ему удавалось как-то балансировать на грани между цензурой и тем, что он действительно хотел показать людям. Но журнал закрылся. И как вы думаете, почему? Но неужели его прикрыли? Ну вот не совсем так. Журнал закрылся не потому, что у него были проблемы с цензурой, потому что послевоенное время в Америке не хватало бумаги. Да ладно. Вот, так что, ну, очень такая... Мы тут, значит, выбирали вот Междусатый Огород и вашим БДСМ-журналом. Да. Но, извините, там подписок все-таки больше. Слушай, интересно, вот сейчас пока пауза. По соображениям этики было нормально выпускать данный журнал? Вот в послевоенное время? Тут же какой момент. Нужно понимать, что, скорее всего, тот БДСМ и тот бандаж, который ты сейчас себе представляешь, основан на твоем опыте просмотра порна, в котором действительно мы видим секс, мы видим там голые тела и все такое. Да, то есть в то время немножечко эстетика была иная. То есть это не прям были там голые женщины в самых разных позах. То есть, да, там они были связаны, они были в слегка провокационных позах. И, в общем-то, как-то популяризировалось не само изображение голого тела в веревках, а акцент делался на подчинении, да, и на какой-то такой слабой фигуре, которая вот идеально подходит для того, чтобы ее связать и, собственно, иметь над ней какую-то психологическую или физическую власть. То есть тут даже я смотрела некоторые там иллюстрации, которые можно найти в интернете, речь даже не шла о какой-то откровенной супержестокости. То есть, да, был интерес к этой эстетике, и ее подавали вот, значит, через такую форму, скажем так. Поэтому я не думаю, что это даже для того времени это было супер как-то невероятно революционно, в каком-то смысле да, но к тому же есть мнение, что после войны, наоборот, людям была очень сильно нужна какая-то отдушина, и всяких саковородов вот такие вещи, как и алкоголь там и прочие практики, доставляющие удовольствие, но не являющиеся чем-то суперполезным, они были популярны у людей. Да, в принципе, логично. Ты правильно сказала, что сейчас, наверное, бандаж и БДСМ в целом выглядят совсем по-другому, нежели чем в 40-х годах прошлого века. Ну, надо думать, если бы за 80 лет ничего не поменялось. Ну, слушайте, опять же, давайте вспомним Камасутру, да? Если посмотреть на Камасутру, на картинки, которые там изображены, да не во всяком порно такое увидишь. Я сразу вспомнил, знаешь, какую картинку из этой книжечки, как большой палец ноги вставлен во влагалище женщины, и там это все ублажается, там же он был такой большой весь, а женщины все такие маленькие. Ну, немножко жутковато в плане того, что сувать палец ноги кому-то во влагалище. Ну, что касается трактата о любви индийского, то там, мне кажется, кто маломальски начинает изучать эту тему, уже сразу первое, что там везде пишут люди, которые каким-то образом трактуют его, что, дескать, ребята, ну, в зальчик-то придется походить, и даже тогда не факт, хотя бы на растяжечку. И ногти на ногах постричь. Да, 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 потому что это прям в том-то и прикол, что это все там изощренное. Ну, да, изысканное. Если бы это прям могли сделать все, то зачем бы об этом писать там книгу? Конечно, для элиты. Да, и поэтому, учитывая, что все... То есть это не мы придумали, да, это не наш мир такой извращенный, что мы придумали все вот это, все это разнообразие фетишей и каких-то там сексуальных практик. Нет, на самом-то деле, очень многое из этого всего является наследием, и мы просто интерпретируем это как-то подгоняем под современную форму. Поэтому я не думаю, что прям как-то вот суперсильно порно сейчас является более раскрепощенным, чем когда-либо это там в эпоху Эда. Эпоха Эда она у меня засела, да. Ладно, в общем, на чем мы там остановились с журналом с этим? Да, журнал закрыли, но история на этом не закончилась, потому что благодаря тому, что журнал был, Джон Уилли смог выпустить в свет комикс, тоже это 50-е годы, как раз таки уже еще. Это был первый в своем роде BDSM комикс, который назывался The Adventures of Sweet Gwendoline. А приключение, в общем, сладенькое гвендолин, не знаю. Сладенькое или симпатично, миленькое. Правильно, да, это сладкое. Да, я знаю английский, спасибо, Денис. Вот, в общем, комикс... You're welcome. Слушайте, я не могу. Да, комикс выходил в формате сериала, и выходил он, ну, как бы, много лет достаточно. Настолько достаточно, что по этому комиксу можно проследить, как появлялись новые возможности в печати, то есть появилась там цветная печать. Новая графика, да. Новая графика, то есть менялась рисовка, как в аниме. Ты смотришь там 90-х годов аниме или 2000-х, там все совсем по-другому. Так вот, что, собственно, по сюжету в этом комиксе? В комиксе есть главная героиня, собственно, сама Гвендолин. Такая очень очаровательная, хрупкая блондинка, которая вечно по классике жанра попадает в какие-то неприятности. То ее украл какой-то там местный злодей, связал, естественно, привязал к чему-то там, к какому-то столбу. То она попала в лапы какой-то доминант, с которой там тоже над ней измывалась. То еще что-то, какая-то пара извращенцев украла ее. И, в общем, если смотреть на комикс, это просто какая-то такая вот очень смешная, забавная со стороны история, потому что она очень клишированная и типичная. Что самое интересное, в ней нет ни одной сцены разврата. Не разврата, а пошлости, какой-то сексуальной сцены. Я имею в виду то, что все фигурирует в рамках вот разумного, можно сказать. Руки связаны, где-то оголена. Хотя нет, в начальных, если я не ошибаюсь, в начальных выпусках оголенных грудей и поп не было. Да, то есть рисовка намекает на какой-то эротизм, он там нарастает в каждой странице, но как таковых сцен порнографического даже, я бы сказала, содержания там нет. Ну так, в общем, эту Гвенделин постоянно спасает некто-агент Ю-69. В общем, причем Ю-69 это девушка, которая не только спасает Гвендолин из неурядиц, но и сама грешит тем, что иногда связывает ее тоже. То есть, в общем, вот такая вот... Но как раз в этой ситуации Гвендолин-то не против. Да, да, то есть между ними какая-то, видимо, искра пробегает, и, в общем, она ей позволяет. То есть эта девушка, вот как писали в этом журнале, что она идеально подходит для вообще такой истории, потому что она вот прям типичный, сотканный из всех стереотипов образ женщины, которая вечно попадает в какую-то субмиссивную позицию и, в общем, получает от этого и стресс, и удовольствие. Да, между прочим, дорогие слушатели, тут не с беседой, не просто так блещет своими знаниями. Комикс находится в открытом доступе в интернете. Вы можете загуглить вот это название и, собственно, посмотреть... Загуглить, за Яндексить, зарамблить. Да, что хотите, да, просто везти, там, попросить Алису, вам его найти, что хотите. Да, в формате PDF можно полистать. Зрелище залипательное безумно, очень потешное, но при этом достаточно эротичное. То есть, в принципе, посмотреть, чтобы передернуть, может быть, нет, но посмотреть, чтобы залипнуть, вполне, да, очень прикольно сделано. И вы поймете немножечко о том, о чем мы говорим, что такое бандаж и ВДСМ во времена, в общем-то, 50-х. Вот, да, то есть советую всем, настоятельно рекомендую. Ну, и, может, мы с Пашечкой отзывы оставим? Ну, давай, если что, вот ваши, да, ваши... Я просто хотел упомянуть, что, мне кажется, мы с Пашей примерно с одной трети пролистывания комикса очень уже надеялись увидеть... Я пролистал все, все, все увидел. Обнаженную Гвендолин я тоже увидел, ну, просто это настолько вот тебя подталкивает к этим мыслям, потому что это все так классно нарисовано. И если кто-то доберется до него, полистайте с удовольствием. Дашечка правильно сказала. Да, кстати, любительницам и любителям моды там тоже есть на что посмотреть. В принципе, такой культурный срез 50-х там в самом разгаре. А они на вот такенной вот шпильке 15-сантиметровой по лесу щеголяют в сапогах практически до причинного места. В 50-х годах были шпильки большие? Ну, конечно, были шпильки, я думаю, да. Почему нет? Ну, опять же, это рисовка, это немножко гиперболизация, то есть... Ну, можно так. Нет, эти вот ужасные корсеты, каблуки, конечно, все было, все было. Ты что думаешь, это еще и древние египтяне изобрели? Мне просто почему-то эти все времена ассоциируются с временами СССР, когда все ходили вот в этих каблучках очень низеньких. Ну, в СССР-то да, но мы-то в Америке. Подождите, а кавказская пленница – это бандаж? Вот это сейчас просто дизмораль пошла. Ну, вполне, да, вполне. Вот видите, если копать, в принципе, в саму вот эту историю, да, почему... ну, историю Шибаари, да, историю бандажа, то есть, конечно, связывание и страсть человека к связыванию можно проследить вообще в культуре очень глубоко, там, да, откуда вообще мог пойти этот фетиш, да, и ведьм в Инквизиции сжигали, тоже же привязывали к столбам. Мне кажется, там совсем сексуального акцента не было на этом. Ну, как сказать себе, если... Ну, не знаю, учитывая, что они брали там каких-то ярких, очень красивых женщин, как говорят. Сужительниц дьявола, дьявол – это искушение, искушение – это всегда что-то плотское. Ну, в принципе, да, есть. Да, и плюс привязывание, связывание, завязывание, что угодно, это всегда демонстрация доминирования власти, а это всегда очень сильно связано с сексом. Это всегда... Даже если не связано конкретно с сексом, в этом всегда есть сексуальная подоплёка. А, в общем, если вы смотрели «Кавказскую пленницу» и что-то вас вот будоражило, просто... Это ваше, да? Идите покупайте канаты. Ну, да, в принципе, в литературе, в культуре, в искусстве, где угодно, история, где женщина похищена, потом спасена каким-то рыцарем на белом коне, это всегда тема педалировалась. И вот почему оно нам всем так нравится. Культура, эти все сказки, это всё сделало из нас извращенцев. Фетишистов. 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 Да-да-да. Вот так кто-то, кому с утра будет читать, а потом пальцы захочется, значит, распространить свои... Вот. Только не мажьте ничем этим плохим. Дальше. В общем-то, вся эта история с Гвендолинной и с журналами, посвящёнными бандаж-фетишу, она всколыхнула некоторые изменения в американской журналистике тех годов. То есть такие истории стали популярны и их стали печатать почаще. И уже в 60-х годах, то есть буквально там 10 лет как раз-таки вот выпускался этот комикс, появляются ещё три фетиш-журнала с очень красивыми названиями. «Экзотик», «Маск» и «Коносёх». Это у нас французский язык. Автор, значит, как его зовут, сейчас скажу, Леонард Бертман, соответственно, занимается выпуском вот этих журналов. Что они из себя представляли? «Экзотик» у нас был посвящён моде BDSM. Там на страницах рассматривались разные атрибуты именно материальные этого фетиша. И были разные истории про сексуальные фантазии, связанные, в общем, с этим как бы в жизни. В журналах снимались модели. Тут вот есть перечень имён моделей у меня, но я с ними не знакома, потому что всё-таки 60-й немножко не мой год. Тана Луиза и Бетти Пейдж. В общем, такая вот модель, если вдруг вы знаете, это вот звёзды BDSM ранние. Вот. А сам Бертман, между прочим, был журналистом, поэтому писал ещё и статьи, которые были посвящены как садомазохизму, так и трансвестизму и другим, в общем, интересным... 60-х. Да, явлением. То есть, в принципе, это даже какая-то просвещающая история, не только картинки посмотреть, но и, в принципе, познакомиться с субкультурой, скажем так. Ну, наверное, прям с субкультурой тогда это ещё не было, но как бы какие-то понятия для просвещения, для общего развития были там изложены. Слушай, мне вот очень интересно отношение тогдашних людей 60-х к трансвестизму, как ты сказала, к BDSM-наклонностям. В целом вот к... Но тогда как таковой порнографии же ещё не было в целом. И просто как люди относились, как они реагировали на то, что можно вести себя открыто, одеваться как угодно, заниматься сексом как угодно. Ну, слушай, это не было открыто и это не было доступно. То есть, ну, представим себе... Это всё держалось в секрете, ты имеешь в виду? Что такое 50-е, 60-е года, да, послевоенное время? Это вот эти вот образы из реклам, да, где там женщина-домохозяйка, мужчина там ходит в какое-нибудь бюро и так далее. То есть это всё достаточно консервативное общество, в котором есть определённые ценности, и этих ценностей нужно придерживаться. Но, естественно, под покровом ночи люди занимались как бы тем, к чему там душа у них лежала. Были и проститутки, и там дома соответствующего содержания, и сексом занимались активно. То есть это всё было всегда, просто, конечно, это не было... Ну, были какие-то очень-очень узкие, очень небольшие комьюнити, которые там под полой просто встречались и чем-то занимались. И, естественно, любой мог на них донести, любой мог ворваться и всех разогнать, попересажать, поперестрелять. Ну, как бы было и было. И вот так из-под полы кто-то там один что-то печатал, распространял, и как-то оно в итоге до сексуальной революции дожило в таких вот архивах. А потом бах, и люди, внук, внезапно поняли, что сексом можно заниматься... Это же естественно, да. Да, заниматься войной. Так что я думаю... Так, опять же, это мои вот исключительно... Не, очень логичные доводы, Дашенька, я с тобой согласен. Да. Ну, так вот, значит, так же вот в этом журнале, который выпускал Леонард Бертман, впервые показали женщину, которая в практике БДСМ исполняла доминирующую роль. То есть это уже вот, опять, да, то, о чем мы говорим, о нравах того времени. То есть это уже какая-то перемена и нестандартный взгляд к этой истории. Вот. Но, собственно, деятельность Бертмана тоже не осталась незамеченной. Журнал прикрыли, потому что, как я уже сказала, на него донесли кто-то из церкви. Вот. И, в общем, пришла почтовая инспекционная служба США и прикрыла контору. Вот. Так что спустя 10 лет публикации журнал закрыли, а самого Леонарда арестовали. Да, ладно. Ну, это же просто творчество, ребята. Ну, капец. Ну, слушай, творчество. Мы говорим сейчас о СМИ, о журналистике. Да, присваивание новых взглядов обществу и какое-то влияние на них. Конечно. Плюс СМИ, это же всегда еще и площадка для зарабатывания денег. Это же не только сейчас у нас рекламная интеграция есть. Ну, и тогда тоже же это... Причем СМИ контролировались вполне себе, ну, конкретными людьми, да, которые удержали власть. Могли выбирать, да, что там быть, а чему не быть. Поэтому нет, отнюдь не просто... Блин, какое свободное слово ты говоришь? Ну, или ты не так сказал? Ну, не совсем я так говорил, но... Всего лишь творчество. Да, всего лишь творчество. Всего лишь творчество, конечно. А сколько вон гоняли людей за картины, за всякие там, да? За всякие там. Ну, за всякие. По конаметлу и гоняли еще. Сейчас Инстаграм продолжает гонять за картины всякие. Да, так что это все это... Не дай бог сосочек где-то попадет. Промелькнет. Сразу вам бан. Всегда такое было и есть до сих пор. Вот. Ну, за Леонарда Бертмана вы можете не переживать, потому что человек срок свой отсидел, вышел и открыл еще четыре журнала. Это случайно Игорь Шесточенко выносит. Уже по псевдонимам, кстати, открыл. Если бы снимали фильм по этой всей истории, там бы была, знаешь, какая-нибудь комиссия, которая сидит там и говорит, ну что, вы исправились? Он такой, да, склейка. И он представляет вам четыре новых журнала по БДС. Вот. Что в тех журналах история умалчивает, но мы, в общем-то, едем дальше. Помимо активных журналистов были еще и активные фотографы, которые, в общем, вот представьте себе, да, Нью-Йорк 50-х годов. Ну, это же просто сказочная какая-то картина. И, в общем, фотограф, который как раз-таки специализировался на БДСМ и на эротической фотографии, его звали Ирвинг Клау, он решил занять очень интересную нишу под названием фотодетектив. И в своей деятельности он, собственно, выпускал фотодетективы на тему БДСМ. И у него там было самое невероятное разнообразие захватывающих историй, которые он рассказывал посредством фотографий, на которых были изображены женщины, а впоследствии и мужчины, вот в таком вот БДСМ контексте. Слушай, а это все не из-под тяжка делались эти фотографии? Просто детектив звучит, ну, сразу ты думаешь, человек за деревом где-то прячется, или там в доме напротив фотографирует пару, которая занимается любовью. Я под детективом имела в виду, что жанр. Да, то есть человек рассказывал детективную историю, как бы, ну, в контексте БДСМ. Ну, звучит круто, да? Да, по сути, это сюжет, да? Мне почему-то показалось, что этот фотограф именно тайком фотографировал моменты шаития бар. Нет, нет, наверное, вот это вот оправдать связывание, наверное, легче всего через детектив, да? Ну, кстати, да. Что-то, какие-то вот движения там непонятные, враги, противостояние, то есть, ну, вряд ли ты просто из какой-то бытовой ситуации. Маш, подойди, пожалуйста, я тебя связываю. Несмотря на то, что, в принципе, то, что мы посмотрели, оно и в этой, так скажем, конве кажется чуть за уши притянутым, потому что, ну, типа, ребята, семь раз связывать одну и ту же женщину за комикс, ну, это же, ну, как-то... Ну, хотя бы, да, добавили бы каких-то других. Ну, со второго, ну, с третьего раза они же должны были понять, что, ну, не работает связывание, наверное, как-то. Но как раз-таки ты про... Гвендолин. Ты про Гвендолин говоришь? Ну, это самое свежее из того, что я видел в этом стиле. Нет, ну, хотя бы там могли бы быть разные, скажем так, контексты, да? То есть, допустим, то она там нашкодила, ее наказали, то она шла улицей темной и ее там схватили, да? То она выходила замуж, пришел какой-нибудь злой брат жениха и ее там уволок. Ну, то есть, как бы-то хотя бы разные подходы. Тут нет, тут просто вот да банально. Она идет по лесу, ее схватили, пока она там сидит, пришла агенша, ее вроде уволокла, но ее догнали, забрали обратно. И, короче, такая... Ну, в общем, вот такой вот, как бы, подход. Концентрировались больше на эстетике, нежели на смысле, поэтому уж, как бы, не судите строго. Да, что есть, то есть. Да, тем не менее, сам вот этот вот Ирвинг Клау занимался тем, что продавал фотографии такого жанра, в принципе, распространял их по почте, то есть, очень банально, не было никаких там всяких мессенджеров, вот. Поэтому эта деятельность была ему, собственно, близка, но, к сожалению, к нашему сегодняшнему дню не сохранились практически фотографии его авторства, потому что все было уничтожено цензурой, в общем, очень-очень жесткими преследованиями, которые как раз-таки вот в 50-х годах, в 50-х годах они как раз-таки начались активно. Вот это то, о чем мы с тобой, Денис, говорили, что это все было, но, естественно, за этим всем гонялись. Вот, так что вот такая вот, если говорить об истории, вот такая получилась справка. Хочется обсудить вопрос этики, потому что, да, и ты, в том числе, Денис задавал этот вопрос. То есть, в то время считалось, что люди, которые вот показывают такую эстетику, они очень сильно неправы, потому что изображают женщину как жертву, то есть, она вечно постоянно в каком-то ужасном, там, не знаю, положении находится, и это очень мизогинно, очень неправильно, женоненавистническая какая-то, в общем, практика. Поэтому очень критиковали этих людей, но сами создатели этих комиксов и журналов высказывались совершенно наоборот, и они говорили, что вы неправы, мы изображаем женщин, да, они вот в этой позиции, но из-за того, что жанр становится таким популярным, к этим женщинам, к этим моделям, которые приходят сниматься к нам в связывании, в БДСМ, к ним приковывается такое большое внимание, что они становятся популярными, начинают зарабатывать большие деньги и, собственно, могут как-то реализоваться в жизни и еще там Кузькину мать показать всем мужикам. То есть, у них был такой подход, что, наоборот, мы подсвечиваем вам вот такие кадры. Не знаю, насколько схавала эта общественность или нет, но спустя какое-то время, уже конкретно в 90-х, когда ЛГБТ-сообщество стало более открытым, скажем, люди узнали об этом и стали как-то проявляться, появились изображения и мужчин тоже в таком контексте. В роли жертвы, ты имеешь в виду. Да, то есть теперь люди, участвующие в практике, могли меняться местами. То есть, опять же, когда читала об этом, понимала, что, да, есть в этом какой-то вот такой женоненавистнический момент, но при этом ведь есть и доминантрикс, то есть женщины, которые, в принципе, в этой практике всегда занимают роль, как бы главный всегда, да, и также есть мужчины, которые испытывают сексуальное удовольствие от того, что их унижают таким образом. Вот, и поэтому, да, стало попроще, люди стали меняться, стали как-то шепериться, можно было увидеть и гомосексуальный акт, и лесбийский акт, и, собственно, женщина доминирует над мужчиной, и мужчина над женщиной. В общем, всякого разного, в принципе, в этом контексте появилось. Но, собственно, с переходом нулевых, как мы и значили в начале выпуска, появляется интернет, и, соответственно, славу у журналов и комиксов, да, забирает видеоконтент. И самое прикольное, что именно на основе всех вот этих фабул и сюжетов, да, заложенных когда-то эстетикой 50-х годов, сегодня мы имеем большое количество самых разных видео на эту тему. То есть просто эти истории, иллюстрированные в журналах, превратились в фильмы, где также есть какие-то иногда сюжеты, иногда нет. Вот, но эстетика стала развиваться, да, то есть мы видим порно-видео, в котором есть какие-то помещения особенные, да, какая-то атрибутика специально использующаяся для этого всего. Как-то интересно, особенные помещения назвала, где стоит какая-нибудь секс-машина? Ну, их вообще-то называют как там донжионы или как? Помещения-то имеют? Мелия там всякие, да, какие-то, ну, такие очень промышленные, ну, какие-то такие прям пугающие даже немножко. Мне всегда это напоминает, это вот комнату пыток какую-то. Да, 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 но оно так и есть, да, там эти цепи. Тут видите, еще такой момент, что, да, БДСМ в большей степени ассоциируется с какой-то агрессией, да, с каким-то насилием, то есть это и там и щипцы всякие, там и ток, и воск, и все, то есть причинение какой-то физической именно боли. Вот, а само связывание, оно далеко не всегда именно так изображается. Иногда это очень какая-то эстетичная история про доверие и про именно красоту. Ведь там такие узлы можно понавязать, что... Можно просто лежать и смотреть. Даже моряки такие, ничего, а ну-ка помедленнее, я пересмотрю сейчас. А знаете, я бы хотел поднять тему именно бандажа и в целом БДСМ в домашних условиях. Насколько часто это практикуется и... Ну, слушайте, это уже немножко из области секса, нежели порно, но вообще-то практикуется. Есть люди, которые занимаются тем, что обучают шибари, то есть они, во-первых, сами изучают очень подробно эту культуру и практику и готовы делиться, то есть есть курсы, ты можешь посмотреть. Шибари, это же, я правильно, узловязание? Да, шибари это вот, да, японское искусство, именно работы вот с веревкой и с телом. Да, то есть мы, я помню даже как-то на заре моей карьеры, я писала статью про БДСМ, то есть был такой заказ от клиента, нужно было написать статью о том, что такое БДСМ, но написать красиво, а не как-то там очень грубо, типа огурец в жопу. Вот, и я, собственно... И вот интересна, кстати, судьба, сейчас интересный факт из моей жизни. Я пошла брать интервью у владелицы секс-шоп-магазина, которая вот хотела эту статью, значит, заказать. Я к ней пришла, она на мне там... Я пошла со своим коллегой, мы вместе, значит, чтобы не страшно. Вот. Ну, это похоже очень на начало порно-ролика, если честно, то, что ты рассказываешь. Здравствуйте, мы с моей коллегой пришли писать статью про БДСМ. Чтобы было не страшно, мы пришли, конечно же, вдвоем. Да. В общем, на мне показали какие-то там пару узелков, плёточкой там, в общем, пошлёпали, статью я написала, она была замечательная, и вот проходит много лет. И Даша со своим парнем живёт в доме, в котором тот самый секс-шоп до сих пор работает. Я думаю, блин, где же я? Откуда же? Почему мне так знакомо это место? А вот, видите, с сексуальными какими-то... Слушай, я, извини тебя, перебью, просто вот это вот то, что ты говоришь, очень точная история, все же смеются. Город Усилобинск, Денис Беседин знает, где он находится. И вот там вот какой-то, ну, некая была возведена коммерческая недвижимость, где там разные очень арендаторы, соответственно. И, значит, заехал секс-шоп туда, в одно из помещений. Я, собственно, стрикся тогда у мастера в Усилобинске, которая работала, собственно, в помещении соседнем. И они так все похихихивают. Ну, типа... А это я еще в техникуме учился год, ну, какой? Восьмой, шестой, возможно, так. И они такие, ну, блин, ну, это же дичь. Ну, он же закроется через неделю. Ну, это... Короче... Он выкупил все помещение. Нет, типа закрылось все, что угодно, понимаешь? Шли годы. Арендаторы заезжали, съезжали, все, что угодно. Менялось. А секс-шоп как работал. Да, как работает вообще и процветает, все хорошо. Поэтому я в свое время на полном серьезе смотрел, читал и изучал вопрос по поводу франшизы секс-шопа. Потому что, ну, собственно, если вот так вот посмотреть, секс-шопы в районе университета, где я жил в общежитии, они все на тех же самых местах работают. И особо даже вывесок не меняют. Слушай, я немножко не понимаю. Вот реально в городе Краснодар, по-моему, прям переизбыток и изобилие секс-шопов, они находятся везде абсолютно. Ты идешь даже... Да, иной раз аптеку не найдешь, а секс-шоп стоит. Да, с аптеками так вообще проблема. Возвращаясь к нашему любимому Слабинску, по-моему, если мне не ошибает память... Нет, не ошибает, правильно? Извиняет, изменяет. Не изменяет память. А если мне не изменяет память, их не так уж и много в нашем родном городе. И поэтому он, наверное, живет... Один, как минимум. Один, как минимум. Не, ну, я так думаю, что все-таки, наверное, это в онлайн сейчас перешло в большей степени, потому что все-таки... Я тебе скажу сейчас быстренько. Многие вот на точке, мне надо зайти в секс-шоп, вот ловят какой-то... Триггер. Ну, какую-то застенчивость, не знаю, стеснение, им легче заказать это в непрозрачной коробочке домой. Ну, так, в Валбере все равно не очень комфортно забирать это, потому что продавец-то на экране монитора видит, сука, что там такое, и он такой... Ваша коробочка. Нет, кстати, я вам скажу по поводу секс-шопа, что ты, когда приходишь к секс-шопу, там совершенно уникальный сервис. И атмосфера. Да, то есть тебе, во-первых, ну, помимо того, что тебе предлагают все абсолютно от нужного, ненужного, и даже иногда рассказывают такое, о чем ты никогда даже не знал и нигде не видел, то там действительно, ну, как-то очень клиентно ориентированно. Я вот ходила в секс-шоп, значит, ну, на. На. Надо было. Надо было, да. Писала статью. По делам, по делам. По делам ходила, да. И очень много мне внимания узелил продавец, и мы установили даже специальное там предложение, которое там какие-то баллы начисляет. В общем, короче, я теперь могу покупать там и, в общем, эти баллы тратить. Вот. Так что очень это даже приятнее, чем просто ты стоишь такой неловко и смотришь, как курьер хихикает, смотря на какой-то там листик. Это как у мужчин поход в барбершоп, то, что там своя атмосфера, тебя там наглаживают. У нас в маникюре тоже так же. Да нет, знаю ваш маникюр. Мы приходим на маник, там сидит твоя подружанечка, с которой ты ходишь. Вот у меня, например, Ира. Ягер наливает? Я к ней хожу. Кофеек. Шоколадки. Да, кофеек. Фильмики. Но нам не надо ягер во время маникюра. Это потому, что ты не пробовала ягер во время маникюра. Кстати, да. Ну, извините. Тоже своя атмосфера. Так что ты не сравнил. Ну, согласен. Так что, да, не стесняемся ходить в цикшоп. Ну, у нее тоже как бы шла такая мялость. Думаю, ну, вроде как я в аптеку иду, а тут она стоит такая, значит, на входе курит. Это продавщица. Думаю, блин, сейчас подумаешь, а я к ней. Ну, ладно. И, в общем, как-то потом сгладилась эта шероховатость. Подружились, да. Подружились, да. В общем, вот такая история. Конечно, про БДСМ, в принципе, и про бандаж можно говорить долго, потому что здесь еще очень много интересных психологических, эстетических, культурных, каких-то этических, в том числе, моментов. Поэтому такая у общественности бурная, допустим, реакция была из-за фильма «Пятидесят оттенков серого», например, да, когда... Но мне кажется, там уже настолько все по лайту. Да, там в том-то и дело, что все по лайту, но каким-то образом у людей это все очень сильно вызвало бурную реакцию. Просто, наверное, даже не тот факт, что что-то показали жестко, а в том, что об этом заговорили так активно в фильме, который вышел вправе, то есть художественный фильм, не порно, ничего, да, о том же, как же так, это же жестокость, это же насилие, это же что-то плохо, больное, неприятно. Но, по сути, если, допустим, действительно интересоваться этим вопросом, увлекаться и входить в какую-то субкультуру, которая этим занимается, то ты узнаешь, что практика, которая связана с БДСМ и с бандажом, она всегда и только основывается на полноценном согласии, на принятии того факта, что есть человек, который доминирует, и есть человек, который подчиняется. Это обоюдная обмена властью, и это все именно вот на этом концепте. В 50 оттенках серого даже очень подробно договор изучался, который устанавливал все границы и правила. Я просто почему говорю, естественно, меня девушка на тот момент, сейчас супруга, потащила на все фильмы этой серии чудесной. И, девочки, простите, пожалуйста, я был тем самым разотным мужиком, который шутил все шутки, и все остальные такие же тупые мужики, как я, над этим ржали, а она меня своим тонким острым локтем пихала в бок и говорила, заткнись, заткнись. Так это было прямо в кинотеатре? Да. Ух ты какой. Ну, мне стало скучно. Во-первых, она мне говорит, что книга очень жесткая. А, типа там прям... Там прям описываются практики, ну, откровенно говоря, мышление, она говорит, ой, я не знаю, как это будет, потому что, ну, там прям, там, прям, там, прям, там. Вот такое всякое. Я же думал, ну, давайте. Ну, окей, посмотрим, как это. А там все так, ну, самое жесткое, что там было в первом фильме, когда он ее, извините, ремнем по заднице ляснул. И только, оу! Да, и как бы... Ну, такое, да. Слушайте, а если вот подняли тему 50 оттенков серого фильма, как звали главного героя? Напомните, пожалуйста, имя его. Кристиан Грей. Кристиан Грей. Фильм 50 оттенков серого, он же 50 оттенков Грея. То есть я об этом... Нет, я об этом недавно узнал. Денис Безеден сломил инсайт. А еще он вылез из фанфика по сумеркам. Ну, чтобы вообще... Про сумерки не знаю. Про то, что это про разную личность Грея, самого героя, я узнал совершенно недавно. Простите, пожалуйста, я настолько глубоко не изучал названия. Ну, в общем, да. Нас, ребят, из подкаста порно, конечно, такими изысками кинематографа не удивишь, потому что уже жестко мы знаем все. Слушай, когда он выходил, этот фильм, не было вообще подкастов в моей жизни, никаких и подкастов как явления еще не было. И, в принципе, про БДС... Я и сейчас вообще практически ничего про него не знаю, потому что, ну, если честно, это не в топе даже, наверное, 20 моих там каких-то жанров, которых я смотрю. Но, тем не менее, тогда это вообще было в зачаточном уровне. И даже, ну, мне было понятно, что что-то, ребята, понятно, что вы хотите показать это максимально большому кругу лиц. Ну, плюс там же еще... А третий фильм так вообще, понимаешь, там вообще этого ничего нету. Там какие-то, блин, детективы, поездки, погони, что-то там, и в конце они поженились и нарожали детей. Ужас какой. Хотя, ну, типа, там вся история была на том, что тип говорит, да я такой, понимаешь, ну, сорян, типа, я же тебе сразу сказала, на что? Нет! Слушай, есть третья часть, охренеть. Да. Прости. И вторая. Нет, вторая-то я посмотрел. Ну, третья-то было жестко. В общем, дорогие друзья, если вы хотите побольше узнать о БДСМ, бандаже и прочих практиках, вам, конечно, не в 51 кассирова, вам как минимум в наш подкаст послушать, да, максимум, конечно, смотреть, изучать, интересоваться, пробовать. Ну, конечно, если вам есть 18 лет и по взаимному согласию это все происходит. Да, если вы, конечно, не против. Если неинтересно, то, ну, может, это и бесену конем. А об этом мы поговорим в следующем выпуске. Да, ебись о нем, конечно. Ой, ладно, на этой ноте предлагаю поскакать уже в нашу следующую рубрику, в которой Денис Беседин нам сегодня расскажет очередные новые интересные слова. Ну что ж, друзья, наша новая традиционная рубрика «Порно-словарь». Сегодня также в нем будет три слова, которые мы по традиции попытаемся сначала угадать, что они означают, а может быть, вы и знаете, что это такое. А может, и знаем. Да. Ну что ж, поехали. Поехали. Первое слово у нас – аутосексуальность. Аутосексуальность. Есть ли предположения? Что это у нас такое? Так, ну ауто – это у нас что-то про… Автоматизацию. Автономное, да, что-то само, да, само. Вот. Ты в очень правильном направлении мыслишь, Дашенька. То есть это когда ты возбуждаешься сам от себя. Умничка, да. Это, конечно же, не влечение к машинам, как ты подумала вначале. Я не подумала так. Ну, авто. Я имела в виду ауто, как в смысле самостоятельно, не в смысле машина. Да, да, да. Как автономия. Как автономия, правильно. Или автократия. Это влечение, как ни странно, к самому себе. Еще это называют нарцицизмом, более классический термин, или селфестом, когда ты хочешь заняться сексом с самим собой или мастурбируешь на свое отражение. Ничего себе. Паша такой, ааа, так это я что? Я сейчас никогда не задумывался о таком, но это… Что, помастурбировать на себя? Взгляде на зеркало. А мне, знаете, мне всегда было интересно… А можно плакать? Извините. Мне всегда было интересно увидеть себя со стороны, и мне было интересно в этот момент, захочу ли я с собой переспать. Ты имеешь в виду во время мастурбации? Нет, просто вот я представляю себе иногда, что я вот, ну, условно разделилась надвое, да, вернее, удвоилась, и я вот вижу себя полноценную со стороны, и вот считаю ли я себя привлекательной, и когда я вижу себя со стороны, захочу ли я к себе прикоснуться, поцеловать себя, там, заняться с собой сексом. Ну, типа, мне было всегда любопытно. Ну, и твои выводы по этому поводу? Мне кажется, что я захотела бы. Интересно. Ну, а мы переходим к следующему слову. Следующее выражение звучит как «эдгинг». Эдгинг. Эджинг, может быть. Это разный, точнее, это одно и то же, но звучит по-разному. Кто-то говорит «эджинг», кто-то говорит «эдгинг». Так, это что-то связанное с краем. Это что-то связанное с возрастом. Нет, это было бы «эджинг», а тут «эджинг». Мне кажется, все-таки «эджинг». Потому что «эджинг» немного смазывает представление об этом слове. Так, ну, здесь либо «эдгинг». А, если «эдгинг», ну, это либо край, либо возраст, да. Ну, скорее, наверное, край. Эдгинг, потому что «эдж», там просто «джи», и это не может быть как «эдгг». А в слове «эдж», как край, там буква «дэ». Окей. В общем, это не «эдж», не возраст. Я понял, да. Догадок нет, правильно понимаю. Это достаточно простое явление. Это откладывание оргазма. Это задержка того самого момента как можно дольше, чтобы в конечном итоге он был гораздо интенсивнее. Я, кстати, поподробнее прочитал про эту практику, и в целом это как бы применяется, как оказалось. Но если более глубже... Некоторые годами откладываются. Некоторые годами, да. Некоторые вообще не знакомятся с этим. Есть реально специальные техники, и есть то самое состояние, когда вот ты на грани, и ты поддерживаешь его очень медленно, медленно. И у парней, и у девушек. Да, и оргазм в это время случается очень интенсивный. Тут главное не пережать, потому что бывает иногда откладываешь, откладываешь, а потом вообще не можешь. Отложил, да, как отменить вызовчик, и все. Да, и там просто уже не вернуть. Ну да, момент прошел. А все, а раньше надо было... А надо было раньше, да. Переходим к следующему слову. Что-то из восточных практик, точнее от слов, не знаю, практик, не практик. Викхарита. Викхарита. Так, вакханалия, вакха... Не знаю, даже у меня, если честно, никаких идей нет. В общем, да, слово совсем не подходит к определению, которое к нему идет, но это сексуальная практика, во время которой мужчина двигает половым членом между плотно сжатыми бедрами женщины до тех пор, пока оба партнера не достигают оргазма. Данный вид удовлетворения особо практикуется теми парами, которым не подходит в силу определенных обстоятельств традиционный способ интимной близости. Прикольно. Вот у меня возникает вопрос. В силу каких определенных обстоятельствах. Ну, может быть, нельзя, допустим, вагинальный или анальный секс по каким-то причинам. Заниматься сексом просто. Это ужасно. Ну, бывает. Ну, типа не практика, а ситуация. Бывает. И вот у меня из этого всего... Я никогда не пробовал эту практику, и это вообще работает. Вот скажите, Даша такая... Хорошо, будем иметь в виду, а при этом нужно смазывать бедра. Понял, записал. Обязательно. Милая, я еду. Ну, тут я должна отметить, что, конечно, чаще всего это работает... Ну, я думаю, что для многих девушек это будет работать скорее как доставление удовольствия парню, потому что нам все-таки сложнее в этом вопросе. Но вполне и для девушек... Слушай, я скажу по секрету, мужику ходят в подмышку нормально, там на Машу, и как бы в целом очень похоже. Ну, Денис, можно за всех мужиков не говорить, пожалуйста? Ну да, и я за всех женщин тоже не буду говорить. Возможно, кому-то достаточно там, да, нескольких минут прикосновений разной интенсивности, но да, тем, кому посложнее, тем посложнее. Ну да, но тут еще есть такой психологический момент, что это прикольно. Ну да, это что-то необычное. Да, и вот ты, Пашенька, сказал, что это, конечно, ужасно, что нельзя заниматься вагинальным сексом, но я тебе скажу, что помимо проникающего секса так много интересных вариантов. Да я не спорю, я к тому, что приколоться. Это же, знаешь, это как вот в чем говорят мужчины, вот запретили тебе есть вилкой, и сразу захотелось именно вилкой. Ну да, да. Тут, мне кажется, ситуация похожа. И сразу, и оно как-то даже кажется, как будто приятней будет намного. Да, тут, конечно, да. Ну что ж, друзья, это были все слова, которые я принес сегодня к вам. Надеюсь, вы стали на чуточку просвещения в этой теме. Абсолютно. Викхарита, в общем, теперь будем... Да-да-да, теперь мы можем называть вещи своими именами. Ну что, на этом тогда будем заканчивать. Это был подкаст «Порно». Развлекательный проект о порной индустрии. И студии сегодня с вами были ваши ведущие Даша, Паша и Денис. Всем пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!